Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и переступили порог нового 2024 года. Еще раз хочу пожелать вам Божьих благословений, чтобы он хранил и поддерживал вас на всех ваших путях. В эфире информационный блог от Славянской Церкви Адвенчисов 7 дня здесь, в городе Сакраменто. И я, поста церкви Роман Цаганюк, очень рад приветствовать вас. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей Церкви, поэтому будьте внимательны. В эту субботу у нас проповедует служитель нашей Церкви Анатолий Бегас, поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение, чтобы это было большим благословением для всех тех, кто будет в Доме молитвы, а также для тех, кто смотрит нас онлайн. Хочу также напомнить, что в среду, 10 января, состоится очередная встреча Совета Церкви. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели, чтобы на Совете были подняты, обращайтесь к пресс-фитерам, ко мне обращайтесь или же к любому члену Совета, и мы с удовольствием представим ваш вопрос на встречу Совета Церкви. Мы начинаем регистрацию на подростковый зимний кабин, который будет проходить с 1 по 4 февраля. Уже в эту субботу в вашей бюллетнях вы увидите QR-код, и перейдя по этому QR-коду вы увидите всю необходимую информацию, что с собой нужно взять, сколько это будет стоить, при каких условиях, что ждет там ребят на этом кабине. Так что, пожалуйста, не пропустите эту возможность. Если у вас есть дети от 13 до 15 лет, то это встреча для них. Всегда это очень интересное, радостное и поучительное мероприятие. Так что сделайте все для того, чтобы ваш ребенок не пропустил эту встречу. Мы открываем фонд помощи Сони. Это девочки, для которой мы уже открывали один раз фонд. Ей должны делать скоро операцию на второе ушко, и мы бы хотели тоже принять в этом участие. Поэтому, пожалуйста, фонд будет открыт в следующие две субботы. То есть, после этой субботы, потому что в эту субботу мы только будем объявлять еще внутри церкви. И мы будем очень рады, если вы сможете поддержать эту семью в той проблеме, с которой они столкнулись и которую сейчас стараются решить. На сегодняшний день это все из блока объявлений. Хочу также напомнить, что мы с вами продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка. Только что разговаривала с ней по телефону. Она передавала всем огромный привет и большую благодарность за то, что мы не перестаем за нее молиться. Как я уже сказал, мы открываем фонд для Сони и продолжаем молиться за то, чтобы операция прошла благополучно, и результаты операции, они, скажем так, всегда только двигались вперед. Потому что на самом деле могут быть и ухудшения. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы все прошло наилучшим образом. Ну и, конечно же, мы продолжаем молиться за то, чтобы окончилась война в Украине и за то, чтобы остановился вот этот конфликт на Ближнем Востоке. Хочу прочитать заключение отрывок из Священного Писания. Это 4-й псалом, 7-го по 9-й стихи. Многие спрашивают, кто покажет нам благо, да озарит нас свет лица Твоего, о Господь. Ты наполнил мое сердце радостью больше, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии. Я лягу и с миром заснул, потому что, Господи, только Ты даешь мне жизнь в безопасности. Пускай эта молитва Давида будет молитвой и нашей с вами, чтобы это упование, которое было у него, хранило и берегло нас на всех наших жизненных путях. Желаю вам всего самого наилучшего. До встречи на наших богослужениях в Церкви или же в прямом эфире. Субтитры создавал DimaTorzok